Привет, мои хорошие, с вами Селена Суэй, и сегодня я хочу рассказать вам о модельном бизнесе в Москве. Что я о нем знаю, расскажу о своем опыте, если вам интересно, оставайтесь со мной. Дорогие мои девочки, красавицы, что я могу сказать о бизнесе в Москве, модельном? Такового бизнеса модельного вообще в России его нет. Это я слышала от многих людей, которые занимаются в этом модельном бизнесе, которые ищут себе модели для работы. В основном все за границей. Даже есть такие люди, которые специально в Москве ищут моделей, и для того, чтобы как раз-таки предложить их за границу, потому что больше всего модельный бизнес развит именно там. Итак, с чего нужно начать, если вы хотите заниматься модельным бизнесом? Я начинала в Москве. Что первое очень важно? Очень важно это внешность. То есть, ну конечно, когда я этим занималась, было важно, чтобы вы были худенькие, без животика, да. Рост обязательно должен быть важен, волосы, кожа лица, то есть, чтобы не было прыщей, там, каких-то татуировок, пятен. То есть, вот это вот всего сразу говорили, сразу в анкете писали. То есть, это для того, чтобы модельный бизнес был успешен. То есть, внешность, это очень важно. Всем этим нужно проследить, чтобы оно все было идеально, прежде чем идти вообще куда-либо. Дальше рост. Рост всегда был от метр семьдесят три. Я не знаю, как сейчас, а метр семьдесят пять вообще было идеально, потому что все девочки всегда преувеличивали свой рост, и метр семьдесят уже называли, что метр семьдесят три. Поэтому, если вас не измеряли, то, в принципе, прокатывалось. Если вы худенькая, и телосложение такое, что не особо заметно все это дело. То есть, дальше немаловажная вещь, а вообще, даже я считаю, что она вообще самая важная, ну, конечно, после внешности, это возраст. Когда я занималась этим, то есть, начинала я заниматься этим вообще с восемнадцати лет. Фу, с восемнадцати. А, ну да, с восемнадцати лет. То есть, я мечтала, мечтала, где-то мне было шестнадцать. В Москву я приехала где-то восемнадцать-девятнадцать. Вышла замуж быстро. Так что, такового модельного бизнеса, то есть, я не успела немного захватить. Может быть, ее малейшую такую часть, но еще особо ничего не знала об этом. Но после девятнадцати лет, да, к годам двадцати, я уже начала активно этим заниматься. У меня была подружка, она тоже ей это нравилось. Она была чуть-чуть ниже меня, но у нее были хорошие данные внешние. И мы с ней вместе решили вот себе сделать, попробовать карьеру. Только потом мы узнали, что мы, оказывается, уже старые для этого женщины в двадцать лет-то были. Но, тем не менее, мы начали. Мы сделали себе там портфолио где-то, фотографии у меня были старые. Минус моих фотографий был в чем? То, что у меня не было фото без косметики. Хороших такие снэпы, они, по-моему, называются. Фас, профиль, то есть, вы без косметики, лицо ваше, тело отдельно. У меня были фотографии, куда я пошла, сделала портфолио, где там меня так зафотошопили, так меня накрасили, что была не я. И практически сейчас я смотрю на эти фотографии, и вообще очень сложно понять, я это не я. Если я их найду, я их обязательно вставлю в видео. Это был очень большой минус, потому что с этими фотографиями, когда я приходила, мне все время говорили тут, как бы непонятно ваше лицо. То есть, когда мы будем показывать, вы абсолютно разные. То есть, как буду выбирать, придет совсем другой человек. Да, это сложно. И что касается портфолио, то есть, обязательно нужно сделать снэпы, обязательно нужно найти хорошего фотографа. И чтобы он вам сделал, чтобы он передал. Он передал, как бы, может быть, пусть ваши недостатки немножко убрал, подчеркнул ваше достоинство, которое действительно есть, но сильно не фотошопил, не искажал и не закрашивал ваше лицо и ваше тело. Потому что это такой вот обман, который вообще не приветствуется, и вас будут всегда просить переделывать ваши фотографии. Дальше мы открыли интернет просто, и модельные школы в Москве. Просто все подряд. То есть, сначала мы обзванивали, спрашивали рост, какие критерии, для того, чтобы прийти и состоять у них в базе. Ну, требовали портфолио, рост от 1,73 м, ну, и, соответственно, внешние данные. И одно время, то есть, мы там потратили на это долгое время, потому что школы то открываются какие-то, то какие-то не работают, то еще что-то. Ну, в общем, сложности. В общем, мы обошли все школы Москвы, которые только можно. Мы состояли во всех модельных агентствах, которые только можно в Москве. Будьте осторожны, потому что многие модельные агентства, ну, даже не многие, там, не знаю, может быть, так вот 50 на 50, предлагают всякие эскорт-услуги. То есть, будьте к этому просто готовы, это нормальное дело в Москве. И есть, которые конкретно заточены, которые работают на модельном бизнесе. То есть, вы сразу это поймете. По людям, которые там, по ассистентам, по этим, по девочкам. То есть, всегда узнавайте, когда вы приходите на кассе. Если вам в школе предлагают сделать портфолио за их счет, или обязательно школы и учеба, на моем опыте это все развод. То есть, это не гарантирует, вообще не гарантирует, даже, там, не знаю, 50 на 50, то, что это выстрелит. Обычно люди, которые заинтересованы в моделях красивых, они сами ищут, они сами в них вкладывают, потому что они понимают, что они с них заработают. А люди, которые с самого начала говорят вам, вам надо сделать хорошие фотографии ваши, не подходит. Это стоит, там, 10, 15, 20, 30, 40, и абсолютно от школы зависит, сколько это будет стоить. То есть, это все развод. Просто, чтобы вы сфотографировались, вам наобещают всего, но ничего этого, как правило, не бывает. То же самое и со школой, чтобы учиться на фотомодель, там, да, или ходить. Вы это можете делать для себя. Конечно, это полезно, там, учат вас правильно ходить, правильно себя подать, какие-то позы, да, там, для фотографий и так далее. Для себя, может быть, стоит. Но это не обязательно должна быть школа именно та, где вы собираетесь. То есть, школа именно от модельного, да, где вам обещают и говорят, что обязательно вам нужно это сделать. Это нигде не обязательно. На фото, в принципе, учиться у нас. У вас, в принципе, учиться не нужно. У вас либо это есть, либо это нет. Я не заканчивала никаких школ. Я очень любила фотографироваться у меня. То есть, природный талант, фотогенично, как бы, и при этом, как бы, любила все время кривляться на камеру. Поэтому ничего не было. Как сложилась моя карьера? Однажды я встретила человека, девушку, которая говорит, что я ищу моделей, там, и так далее. И я говорю, вот, я, 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 я. Уже тогда мне было 23, наверное, года. И она сказала, ну, ты знаешь, в Москве, вот она мне как раз это и сказала, что в Москве как такового бизнеса модельного нету. Все за границей. То есть, в моих интересах найти модель просто красивую, да, сделать ей портфолио. То есть, это все уже за их счет идет. Сделать портфолио, поездки, все это. Потому что, ну, как бы, нужны новые лица, новые кадры, что-то новое, да. И всегда не поймешь, кто это выстрелит. То есть, вы сами видели, может быть, что модели абсолютно бывают разные, да. То у них зубки торчат, то у них там ушки торчат, то еще что-то странное. Ну, то есть, не поймешь, какую изюминку они в этот раз найдут, да, и кто. Поэтому искали. Но возраст она мне сразу сказала, что 18 лет это потолок. Потолок. Уже за 18 лет вообще не интересует девушке. Какие работы обычно предлагали на тот момент, когда я этим занималась? В основном это были очень много предложений. Если особенно вы еще, кстати, есть в интернете модельные агентства. То есть, вы можете уже туда зарегистрироваться, свои фотографии внести, да. То есть, как бы, там есть такая база модельная. Таких несколько было. Подиум.ру, я помню, интернет-сайт для моделей. И там же находят вас. И там же могут уже писать вам всякие сообщения. Что часто во многих, через многих модельных агентствах, через вот этих вот интернет-сайты модельные, очень часто будут предлагать частные лица какие-то за небольшую плату сфотографироваться ню. Ню или в белье. Обычно, мне кажется, что это какие-то извращенцы, которым просто... Ну, такие любители извращенцы. Кому-то просто нравится фотографировать. И девушка, да, может, познакомились, а может быть, там будет секс, да. Или такие извращенцы, которые просто любят там подглядывать. Они говорят, что все будет в белье, а по ходу вам говорят, там приспусти, там приспусти, там пределы. И, в общем, я была со своей подружкой, поэтому я попадала в такие ситуации. Но, слава богу, нас было двое, мы никогда по одной не ходили. И я вам не советую в частные какие-то места ходить, бить родителей, бить подруг или друзей. Для страховки, потому что в таких вещах вы можете вообще нарваться на непонятно кого. И, в общем, может закончиться все не очень хорошо. И оплату там нужно брать вперед, потому что вам могут не заплатить, потому что сказать, что вы не подходите, там, или еще что-нибудь. Видят, что маленькая девочка, да, она как бы не знает ничего, и можно ее развести, в общем. Также предлагают выставки, очень много выставок работы. Для меня это всегда была работа такая тяжеловатая, если честно. Потому что нужно стоять на ногах, в каблуках, что-то говорить, то есть что-то впаривать, когда люди проходят мимо и часто не хотят вообще вас слушать, и у них нет времени. Поэтому я это не очень любила, и вообще тяжеловато было, на самом деле просто устаешь. Но интересно, в какой-то момент это стало интересно. Но, опять же, модельного бизнеса, я же говорю, да, не так много, он не так сильно развит. Поэтому на модельном бизнесе вы не заработаете много денег, только если вы случайно попадете в какие-то хорошие руки, которые просто в вас вложат и как бы вам помогут. Они заработают, и вы заработаете только так. Поэтому это должно быть как хобби. Если вы планируете зарабатывать модельным бизнесом, я спешу вас разочаровать. Это мало шансов на то, что вы сможете хорошо заработать. То есть только как хобби. И я этим занималась тоже как хобби, искала. То есть снималась, конечно, в журналах каких-то, в журнале там ручная работа. То есть там всякие были подделки ручные, да, там и также вещи какие-то делали. И меня приглашали как модель там раз в месяц в журнал. И там одну, две, три странички бывало занимала. Мои фотографии с этими одеждами. Потом для календаря фотографировалась. Ну, то есть я даже сейчас не вспомню, потому что это было уже достаточно давно. Но были предложения, но все это, вы знаете, как фотографии на память. Фотографии на память. Такое интересное чувство, что ты модель. И, конечно, говоришь, что ты модель. Все-таки ой, вау, ой. Ну, что подноготное всего этого, конечно, никому особо не известно. Итак, я думаю, что я все вам рассказала, что знала. И пожелаю девочкам, которые хотят заниматься модельным бизнесом, только удачи в этом, на пути встречать хороших людей. Я считаю, что это хорошее занятие, это хорошее хобби, особенно для девушек, потому что оно раскрепощает, дарит вам уверенность в себе, поднимает самооценку. Потому что модельки все у нас всегда красивые такие, да, все на них смотрят в журналах там и так далее. И, конечно, нравится такая профессия, все время восхищение и куча вопросов. Я надеюсь, мой рассказ был вам полезен. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Я с удовольствием все вам расскажу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Много интересного для вас впереди. А я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.